Через три месяца на территории полуострова пройдут выборы в Государственный совет Крыма и Законодательное собрание Севастополя. Согласно федеральному закону, подписанному президентом России Путиным, выборы в Крыму перенесли с 2015 года на 14 сентября 2014 года. Они пройдут в единый день голосования в Российской Федерации. Кроме того, глава Крыма будет избираться депутатами Государственного совета республики, а губернатор Севастополя – депутатами Государственного собрания города, нового созыва, но не позднее декабря 2014 года. Многие российские партии, обретя новые ареалы обитания в виде Крыма и Севастополя, заявляли о проведении избирательных кампаний на этих территориях. Но за три месяца до выборов можно говорить, судя по политрекламе, развешенной в крымских городах, что избираться в госорганы здесь активно планируют шесть партий. Одна из тех, чьи ряды массово пополнили чиновники, бывшие регионалы, она же и наиболее многочисленная в России – «Единая Россия». В начале апреля секретарем Крымского регионального отделения партии «Единороссов» был назначен председатель госсовета Владимир Константинов. В прошлом – ярый регионал, который даже самопровозгласил себя их новым руководителем на полуострове. После отстранения от этой должности – экс-председателя Совмина Анатолия Могилева. Помимо Константина, в ряды партии пополнил еще 21 человек. Среди них – сенатор Федерального собрания от Крыма Сергей Цеков и первый заместитель крымского спикера Григорий Иоффе. Также Константин Бахарев, Евгений Бубнов, Елена Романовская, Сергей Заяц, Петр Запорожец, Андрей Козенко. Главой отделения «Единой России» в Севастополе стал Виктор Аганисян. Кроме бывших членов партии регионов, в «Единую Россию» вступили представители партии «Русское единство», активисты русской общины Крыма, представители крымской самообороны, а также беспартийные. «Преемственности из партии регионов у нас нет. Мы должны вобрать в себя лучших кадров, которые определились во время крымского прорыва, так называемого, вдохновения крымчан, тех людей, беспартийных, представителей партии регионов, представителей партии «Русского единства», других общественных организаций, других партий, кто был неравнодушен к судьбе Крыма, к судьбе крымчан, они составят костяк этой партии». Партия «Справедливая Россия» также намерена получить места в органах Крыма. Она была первой из парламентских партий, открывшая свои отделения в Крыму и Севастополе. Политъячейки эсеров появились уже в девяти городах и районах Крыма – в Ялте, Алуште, Саках, Симферополе, Феодосии, Керчи, Красноперекопске, Советском и Ленинском районах. В Алуште ее возглавил экс-мэр города Владимир Щербий, на которого осудили за превышение власти, но оправдали. В Ленинском районе осужденный экс-спикер Крымского парламента Анатолий Гриценко. Он же был назначен секретарем бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Крыму. Анатолий Рогозенко – бывший депутат Верховной Рады Крыма и правая рука Гриценко. Семь лет возглавлявший в Советском районе партию регионов, теперь возглавляет справоросов. При этом руководить крымским региональным отделением местному кадру не доверили, назначив депутата Госдумы Александра Терентьева, который по совместительству также руководит парт-ячейкой в Алтайском крае. Та же картина и в Севастополе, где новоиспеченным эсером назначен руководить депутат Госдумы Михаил Бричак. Одним словом, мы открыты всегда для диалога и нам будет что сказать избирателям Крыма. Я нисколько не сомневаюсь, что крымчане поддержат нашу партию. У нас в будущем в госсовете будет мощная фракция «Справедливая Россия». И я уже как лидер партии сделаю все, чтобы сначала кандидатами, а потом и депутатами стали люди достойные. Стали люди, которые будут работать на крымчане. «Справедливая Россия» также лидирует по насыщенности рекламных площадей в Крыму политагитации. Правда, с последнюю неделю конкуренцию им составляют постеры Владимира Константинова. Избирательная кампания, как видим, стартовала гораздо раньше обусловленного законом срока и в нарушение ему. Еще один участник выборов в Крыму – партия Жириновского ЛДПР. Координатором Крымского республиканского отделения партии избран бывший член русского единства Сергей Шувайников, который вступил в ряды либералов 8 апреля этого года. Партия «Родина», прародителем которой является вице-премьер России Дмитрий Рогозин, также будет пытаться получить места в госсовете Крыма. Несмотря на то, что нынешний лидер «Родины» перед аннексией Крыма подписывал договор о сотрудничестве с русским единством, ни самого Аксенова, ни его ближайших старых соратников среди руководства Крымской Родины не видим. Полиции и отделение партии возглавил Севастополь с Антон Тицкий, назначенный также советником Аксенова. В затор руководство Севастопольского отделения вошел широко известный политический деятель, бывший народный депутат Украины от партии регионов Вадим Колесниченко, которого в апреле лишили депутатского мандата. Снова стать депутатом парламента Крыма, но уже под коммунистическим флагом Российской Федерации, пытается экс-спикер «Автономия» Леонид Грач. Крыму создана республиканская организация партии «Коммунисты России», которую он и возглавил. Если пройдем в Госдуму, будем добиваться этого, а если придем к власти, мы просто в первую же неделю это сделаем. Это национализация всех недродобывающих и недообрабатывающих производств. Потому что здесь сейчас миллиарды, они идут в карман узкой группы олигархов. Конкуренцию на выборах в Крыму Грачу составит КПРФ – партия, которая отдала предпочтение соратникам Симоненко, несмотря на давнешнюю дружбу Леонида Ивановича и Геннадия Андреевича. По словам лидера КПРФ, в его партию вступили уже 4 тысячи крымчан.